Из истории великих научных открытий. Оттаганы расщепления ядра. Человечество вступило в новый век. Век атома. Так объявило Американское Министерство Обороны 16 июля 1945 года, после того, как взорвало одну из первых в мире атомных бомб в пустыне близ Нью-Мексико. Три недели спустя была взорвана вторая бомба. Ещё через три дня — третья. Атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросима и Нагасаки, положили конец Второй мировой войне. Когда в 1938 году немецкий физик Отто Ганн открыл расщепление ядра, он не знал, во что вылиться его открытие. В то время наука считала, что расщепить ядро невозможно. Работа Отто Ганна проложила путь в веку атома. Отто Ганн родился во Франкфурте на Майне в 1879 году. Получив степень доктора химических наук, он поехал в Лондон. В университетском колледже он заинтересовался радиоактивностью и решил сделать её своей специализацией. В Монреале Ганн провёл несколько месяцев под началом Эрнеста Резерфорда. В 1906 году Ганн вернулся в Германию, в Берлинский университет. Пять лет спустя его назначили главой нового факультета радиохимии. К Ганну присоединилась его коллега Лиза Мейтнер, физик-аналитик из Вены. В течение 30 лет Ганн и Мейтнер были идеальной командой. В 1896 году французский физик Анри Беккерель открыл, что уран излучает радиоактивные лучи. В 1911 году Эрнест Резерфорд открыл, что положительные заряды атома и почти вся его масса сосредоточены в крошечном ядре, а вокруг него вращаются отрицательно заряженные электроны. Он также обнаружил, что радиация ядра состоит из трех компонентов. Два из них — лучи мельчайших частиц, которые Резерфорд назвал альфа и бета. Третий — электромагнитное гамма-излучение. Резерфорд определил, что у радиации есть определенное количество энергии, но он не знал, откуда она происходит. Ответ дал великий физик Альберт Эйнштейн. Он говорил, что поскольку материя и энергия по сути одно и то же, они могут превращаться друг в друга. В своей теории относительности «Энергия равна произведению массы на скорость света в квадрате» он определил отношения между ними. По Эйнштейну, часть материи радиоактивного атома должна превращаться в энергию. Когда уран распадается на другой элемент, часть его массы становится энергией и высвобождается в виде радиации. Ядро атома состоит из положительно заряженных протонов и нейтронов — частиц без заряда. Их удерживает энергия ядра. Физики хотели узнать, можно ли изменить строение атомного ядра. Уран — самый тяжелый элемент в природе. Нельзя ли получить из него еще более тяжелый элемент? В то время никто не думал о возможности расщепления ядра. Отто Ганн и Лиза Мейтнер были на грани открытия, которое должно было изменить мир. Но внезапно их сотрудничество закончилось. В 1938 году Германия аннексировала Австрию. А значит, Лиза Мейтнер, венская еврейка, попадала под расовые законы нацистов. Единственным спасением для него был отъезд из Германии. Отто Ганн использовал свои связи, чтобы выправить ей бумаги для эмиграции. Лиза Мейтнер отплыла в Швецию, где в Стокгольме нашла пристанище. С тех пор Отто Ганну пришлось обходиться без аналитического ума своей коллеги. В ноябре 1938 года он писал Лизе о странных результатах, которые получил. Вместе с ассистентом Фритцем Штрассманом Ганн изучал поведение атомов урана при нейтронной бомбардировке. Он ожидал, что нейтроны сделают уран нестабильным и заставят превратиться в радий. Радий, соседний с ураном элемент, имеет на 4 протона и 4 нейтрона меньше. Но химический анализ подвергнутого бомбардировке урана показал, что получился не радий, а барий, чья масса вдвое меньше, чем у урана. Ганн решил, что ошибся. Он не знал, как истолковать результат опыта. Ганн, безусловно, был ведущим радиохимиком своих дней. Теперь ему нужно было с помощью своего 40-летнего опыта разгадать тайну ядра урана. 20 декабря 1939 года Ганн написал Лизе Мейтнер. Может быть, ты найдешь какое-нибудь фантастическое объяснение? Могло ли ядро урана взорваться? На Рождество Лизу Мейтнер навестил племянник, ядерный физик Отто Фриш. Они вместе попытались проанализировать результаты Ганна. Ядро атома — не твердое тело, которое можно разломать. Оно больше похоже на каплю воды. У Лизы Мейтнер появилась идея. Ядро урана при обретении трон становится нестабильным и принимает форму гантели. Поскольку оба узла имеют одинаковый электрический заряд, они отталкивают друг друга с большой силой. Ядро разделяется посередине, образуя два маленьких. Но откуда берется огромное количество энергии? Энергия — это произведение массы на квадрат скорости света. Если два новых ядра вместе весят меньше, чем ядро урана, значит, часть массы перешла в энергию. А значит, масса ядра — источник энергии. Опыты Ганна и теорию Мейтнер скоро подтвердили и другие ученые. В 1944 году за свое открытие Ганн получил Нобелевскую премию по химии. Но Ганн и Мейтнер упустили одно. При расщеплении ядра выделяется не только энергия, но и нейтроны. Они провоцируют дальнейшее деление. При массовом умножении числа нейтронов ученые говорят о неконтролируемой цепной реакции. В 1942 году итальянский физик Энрико Ферми провел первую контролируемую цепную реакцию. Это означает, что в среднем выделяется один нейтрон за одно деление. Расщепление происходит медленно, и энергия выделяется равномерно. Первым ядерным реактором в мире стал Чикаго Пайл-1. Пока ученые пытались использовать деление ядра как источник энергии, Вторая мировая война продолжалась. Ради победы Гитлер был готов на все. В свою очередь, американцы боялись, что немцы создадут атомную бомбу. Но ученые-эмигранты в США оказались перед моральной дилеммой. Могут ли они дать такое мощное оружие в руки союзникам? Бенгерский физик Лео Силлард хотел любой ценой помешать нацистам создать ядерное оружие. В 1942 году он убедил Эйнштейна написать американскому президенту Франклину Рузвельту о страшных последствиях, которые может привести атомная бомба в руках немцев. Письмо Эйнштейна возымело действие. Рузвельт основал проект «Манхэттен» — величайшую военно-научную операцию в истории. Под руководством Роберта Аппенгеймера 180 тысяч человек работали над созданием атомной бомбы, в том числе 14 тысяч физиков и инженеров. Интеллектуальным центром проекта была лаборатория Чикагского университета, где работал Энрико Ферме. В мирное время на создание бомбы ушли бы годы. Но огромный коллектив, работающий на перегонки с немцами, добился результата быстрее. 8 мая 1945 года Германия капитулировала, и Европу разделили между собой победителем. Но война на Тихом океане продолжалась. Японская авиация пошла в последнюю большую атаку, нанеся большой ущерб американцам. Чтобы закончить конфликт с Японией с меньшими потерями, чем при вторжении, американский президент Гарри Трумэн решил использовать новое супероружие. Утром 6 августа 1945 года атомная бомба «Толстяк» была сброшена на японский город Хиросима. Она взорвалась силой, равной 20 тысячам тонн тротила. Три дня спустя вторую бомбу сбросили на Нагасаки. Две бомбы убили на месте 300 тысяч человек. Сотни тысяч умерли месяцы спустя из-за радиоактивных осадков. Отаган услышал о бомбардировке, будучи в Британии. Он пришел в ужас и чувствовал себя отчасти виноватым за страдания, причиненные бомбой. В 50-х годах Ганн стал решительным противником военного использования ядерной технологии. Как инициатор Геттингенского манифеста, он протестовал против испытаний ядерного оружия. Но процесс уже было не остановить. Холодная война привела к такой гонке вооружений, какой мир еще не видел. В то же время у развитых стран росла надежда на то, что мирное использование атома сможет решить энергетические проблемы человечества. Целью стала ядерная независимость от ископаемого сырья, поскольку уран был доступен в почти неограниченном количестве. В октябре 56-го года первая промышленно-ядерная электростанция была опущена в ход в Калдер-Холле в Британии. На волне эйфории от успеха в последующие годы АЭС росли повсюду, как грибы. По сути, АЭС работает, как обычная ТЭС. Пар вращает турбину, чье движение превращается в электрическую энергию генератором. В ядерном реакторе происходит контролируемое расщепление урана. Выделяемая тепловая энергия нагревает воду в герметичном сосуде. Получаемый пар вращает турбину. Чтобы защитить окружающую среду от радиации, активная зона реактора закрыта многометровым слоем бетона. В 79-м году произошла первая серьезная авария ядерного реактора в Гаррисберге, в США. Причина — халатность. К счастью, система безопасности станции предотвратила катастрофу. Самая серьезная авария произошла на Чернобыльской АЭС, в Украине. Дефекты системы безопасности и ошибки в действиях персонала привели к расплавлению топливных стержней. Радиация распространилась наружу. Тысячи людей были эвакуированы. А Чернобыльская зона десятки лет останется необитаемой. Стандарты безопасности на АЭС в Западной Европе гораздо строже, но многие относятся к ним скептически. Открытие Ота Ганна имело последствия, которых он не ожидал. 1938 год стал зарей атомного века, который изменил мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok